Речь в названии про 5 стадий горя, о которых когда-то написала известная женщина доктор Элизабет Кюблер Росс. Ну, это речь о том, что когда человек узнаёт, что он, к примеру, смертельно болен и скоро умрёт, психологически он проходит 5 стадий – отрицание, злость, торг, депрессия и принятие. Отрицание – это когда человек изначально просто не верит, что такое вообще может быть, что он может умереть. Вот не может быть такого – и всё. Ну, как в известной присказке – ну чё началось-то? Нормально же сидели! Далее идёт злость, ибо человек не хочет верить в то, что вот такое вообще возможно. Почему я? За что меня? Злость, что характерно, ничего не изменяет, но бесит всё это очень сильно. Потом торг, т.е. попытки дать обед, чего-то там пообещать, неведомо кому, ну и, конечно, помолиться Богу. Всё это никакой пользы не несёт и не принесёт – всё равно ты умрёшь. Депрессия! Набесившись и наторговавшись, человек впадает в депрессию, потому что не может ничего изменить. Но это, как правило, ненадолго, потому что на выходе из депрессии происходит пятое принятие – ничего не изменишь, смирись. Ну и смирение, конечно, приходит. Эти пять стадий человек переживает в ходе любых серьёзных жизненных изменений – ну, как уже сказали, перед смертью, при увольнении с работы, при разводе с женой. Не обязательно в таком порядке – раз, два, три, четыре, пять – не обязательно в такой последовательности. Пройдя одну стадию, человек может вернуться к предыдущей. Но в целом всё происходит примерно так.